Итак, здравствуйте. Мегубойная Лига Чемпионов номер 8. Матч Butterfly против New Star. Группа C у нас. Получается, вот начало матча у нас. Состав команд в опорной зоне Butterfly, why I love, why I love, получается, why I live. Да, почему я живу, скорее всего, или зачем. Двое нападающих у нас, Рот Голит, и вынуждаешь. Получается, New Stars. Хайпер в опорной зоне, аэрдроп и торпеда будем называть, не знаю, как это читается, а и, наверное, будем называть его Торпеда. Играет в нападение с аэрдропом. Так, ну, New Stars это аутсайдеры группы C, конечно, самые слабые, скорее всего, не буду утверждать, но, скорее всего, это самые слабые команды и подборы игроков, которые могут быть в этой группе. И вот как раз-таки Butterfly сейчас у нас в атаке играют, не дают ничего сделать своим соперникам. Рот Голит, который играл в College Club, в College Club, точнее. Очень пить охота, но это не важно особо, горло засохло просто. Вот как раз-таки выходит сейчас New Stars в атаку, в первый раз в этом матче. Но тут же Рот Голит выигрывает борт и атака переходит в центр. Рот Голит выигрывает борт и атакует Butterfly, но реализовать это в гол не получается пока что. Аэрдроп, не смог сейчас выбить мяч и его твоя лифт получается прессингует, но не получается у него ничего сделать. Рот Голит у нас в атаке, вынуждаешь удар, мог, в принципе, в дальней бите забивать, но хайпер на месте у нас был. Рот Голит, сейчас борется, и торпеда у него выигрывает как раз-таки давку, тем самым New Stars сейчас выходит в атаку. Торпеда сейчас хороший был, только что дабл, если бы не вынуждаешь, скорее всего, год был, мне кажется. Голит, сейчас давит борт у нас, покидывает дальше. Пишет у нас вроде запись. Голит подъем, не очень хороший, но все-таки обыгрывает своего соперника в углу. Он же, да, сейчас очень плохо отыграл. Как у меня Butterfly в этом сезоне, ну, можно сказать, ну максимум на нижнюю сетку опять гарантирует, как и в прошлом сезоне, или в шестом, я точно не помню, но когда они выигрывали нижнюю сетку, то есть на большее, я не думаю, что смогут эта команда. Все-таки АБС, АБС, Динамо, Киев, Севенап, Энси будут, как по мне, получше. Ну, вот как раз-таки не старый Butterfly, как мне, это самые такие слабенькие команды. Из всего квартета, как говорил Мане. Вот как раз-таки полтора минуты остается до кончания таймера. Шорт на ноль пока что, Вайлиф. Получается у него сейчас поднять матч. Торпеда в углу у нас стоит. Хорошая, сейчас была скидочка, я родорубил в дальнюю, немного не получилось. Там закрывал Голит, так что, в принципе, и гола не должна была быть. Если бы Голита там не было, тогда, да, другое дело. Торпеда сейчас страхует своего опорника, а тем самым не давая забить Рудкульту в первый угол в Лиге Чемпионов. Но я думаю, что он сможет это сделать рано или поздно. Потому что такой игрок обычно должен бустить свою команду. Вот сейчас авердроп хороший момент, еще хорошо сейчас выиграл стыковая Вайлифа. Но не получилось у него дальше сделать что-то. Торпеда скидывает на Хайпера, Хайпер тут Рудкульт перехват, у него мяч. Сейчас тоже выигрывает стык, и вот сейчас Бетерфляй хорошая атака, вынуждается чем-то отдавал. Хотя, в принципе, мог бы подождать и Голит, там бы набегал его оба был. Но он решил сделать быстрее и просто прострелить. Вот сейчас опять опасный момент и Голит. Даже куда вы тратите свои моменты, ребята. Уже давно должен был быть открыт счет, но не получается почему-то у Бетерфляй это сделать. Тем самым старый выходит в атаку, но Голит очень хорошо сполкал своего нападающего. И из-за этого Вайлиф убивает мяч без каких-либо препятствий к этому. Торпеда, в принципе, поднимает и вынуждаешь ударять. Ну да, тут ошибочка торпеды была. Подъем зачем-то в своей зоне сделал. И попадает все-таки, теперь вынуждаешь. Хотя там, в принципе, мог тащить опорник. Он зачем-то полетел в ворота, а не на игрока. Хотя он, в принципе, мог перехватить. И ошибку исправить своего нападающего. Сейчас опять атака Бетерфляй на последних секундах. И все-таки счет остается 1-0. В пользу Бетерфляя перематываем на начало второго таймера. Как же долго. И вот второй тайм начался. Замены никаких нету. В таком же составе играют команды, только немного на другой стороне поля. И вот, как раз таки, открывает Руд Гулит. И его гол в риге чемпионов. Какие игры, этот игрок должен бусить свою команду. Ну, и ему в этом помогли его партнеры, конечно же. Там была хорошая атака, в принципе, оппозиционная. Вот сейчас опять тоже хорошая атака. 2 в 1. А если вынуждаешь... Нет, не отдал он. И все-таки гол залетает. Хайпер ошибается. И счет 3-0 остается. Гулит сейчас уходит. Поднимает, отдает. Вынуждаешь. Вынуждаешь сейчас. Почему-то не отдал наверх. В принципе, это должно было быть. Ожидаемо. И сейчас вынуждаешь. Перехватывает мяч. Гулит. Товкарь, топорник. Петерфляй сейчас в атаке. Вынуждаешь. Подъем хороший был. 2 в 1. Но это должен быть гол. Но Гулит зачем-то ударяет ближний. И это тащится, в принципе, оппорником. В принципе, он мог разыграть. Там отдать. Но вынуждаешь. Вынуждаешь уже. Из-за того, что Гулит зажал пушку. В принципе, должен был забивать. Вот сейчас опасный момент. Гулит зачем-то пошел дабл делать. Хотя, в принципе, он мог забить пустые ворота. И вот опять хороший момент. 2 в 1. Но Гулит опять плохую передачу отдает. Вот транжирит и транжирит момент. В принципе, Бетерфляй. Хотя уже можно было бы давно побеждать нокаутом. Но Вайлиф хорошо сейчас держит команду в зоне. И вот Айрдроп должен сейчас, в принципе, забивать гол. Ну что это сейчас было от Айрдропа? И... Не знаю, зачем это он сделал. Хотя, в принципе, он мог и сам забивать с подъема. И что-то остается 3-0. И сухлари для Вайлифа тоже сейчас возможен. Гулит. Опять бьет в соперника. Ну, скорее всего, там уже мешал им оппонент. И вот хороший момент. Пас. И... Обождаешь, не забивая торпеды, его отталкивают. Вот прям вот... Очень много моментов сейчас у Бетерфляй. Они просто не забивают. Ну, видно то, что не старая у нас... Команда... Собранная... Из таких игроков, которые, можно сказать, друзья давно уже, играют вместе. Но... По личному скилу они не превосходят игроков Бетерфляя. Из-за этого... Есть такие моменты, когда... ПТФ просто не реализуют моменты, где можно забить просто в пустой угол. Вот опять Руд Гулит бьет именно в опорника, когда можно бить в дальний угол. Либо же убрать на паузе как-то. На тебя валит от опорника, ты его просто стыком выигрываешь, так как у тебя буфон. И вот торпеды забивают в свои ворота, что я и говорил. Потому что в дальний угол Хайпер не может тащить даже удары от своих игроков. Как раз стрельная атака не старая, может что-то получиться, но Аэрдроп зачем-то пошел толкать Гулита. Дал возможность поднять Вайоливу, и Вайолив переправляет мяч в середину поля. Хорошо, сейчас пушка была от Аэрдропа. Прячь его в углу пока что Бетерфляя, его нуждаешь. Вместе с торпедой борются там. И Хайпер бьет посередине, но Вайолив закрывает там центр. Не давая шансов. Счет 4-0, 1 гол до нокаута. В принципе остается у Бетерфляя, здесь скорее всего он будет. Это просто дело времени, потому что такая игра от Ньюстаров это не очень хорошо. Даже вот то, что Аэрдроп сейчас делает, он не может даже забить в пустые. И торпеда просто забивать в свои ворота. Нокаут от Бетерфляя 5-0. И на этом все. Бетерфляя 5-0, забираю свои 4 очка. На этом все у нас. Всем спасибо за просмотр, комментировал Лэмпорт. Всем до встречи.